Привет, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Украинские военные в ночь на сегодня, 24 июня, успешно поразили посредством ракет ЭТЭКИМС очередную военную базу во временно оккупированном Крыму. Ну а российское ПВО, в том числе новейшие системы России С-500, не смогли остановить старые американские ракеты. Сегодня я вам расскажу, почему сегодняшняя операция ВСУ в Крыму возымеет тяжелейшее воздействие на Россию и как опозорилась еще одна российская вундервафля. Итак, на этот раз удар ракет ЭТЭКИМС пришелся по территории 40-го командно-измерительного комплекса Вселевитина в 15 километрах от Евпатории, откуда были видны прилеты. На ваших экранах соответствующие спутниковые снимки, ну а затем видео с места событий, которые сделали местные жители. Согласно фотографиям из космоса до и после атаки, на соответствующем комплексе произошел масштабный пожар. Дело, однако, не только в пожаре. Следует понимать, что применены были, как всегда в таких случаях, кассетные модификации ракет ЭТЭКИМС Блок-1А с тремя сотнями субоеприпасов. Поэтому главная поражающая сила, как и сами последствия, остаются невидимыми для спутников. Зато они хотя бы частично, но оказались видимы для очевидцев, как раз таки снявших произошедшие с помощью гаджетов. На кадрах, сделанных местной жительницей из собственного дома, видно обширное возгорание. Алена, окна, закрывайте модно. Сейчас. Нет, что ли, я не слышу. Эту картину дополняют и другие материалы. Среди них фотографии, сделанные с дальнего расстояния, а также аудиозаписи, на которых слышны мощные разрывы. В том числе и вот такие. Их предоставил нам «Крымский ветер», телеграм-канал, отслеживающий события в Крыму. Тем временем украинские военные обнародовали видеозапись, которая показала ночной пуск ракет «ЭТЭКМС» повод этому центру. На кадрах взмывающие ввысе ракеты, которые уже скоро, через считанные минуты, обрушатся на головы оккупантов на этом важнейшем для них стратегическом объекте. Что такое 300 шаров, каждый из которых содержит огромную массу мелкой шарапнели, я думаю, вы представляете. Как представляете и то, какие повреждения могли нанести даже несколько вот таких ракет, добравшихся до чувствительных небронированных целей. Какие же конкретные цели были выведены из строя сегодня ночью в Крыму? Тут следует понимать, что конкретно располагается в этом месте. Итак, там находится центр дальней космической связи России. Он был построен в 1960 году и в 92-м перешел под контроль получившей независимость Украины. Однако после временного захвата полуострова пользоваться начали этим центром именно россияне. Они сделали его частью главного испытательного центра имени Германа Титова и запустили программу его модернизации, которая была рассчитана до 2020 года. Средства, выделенные на нее, были потрачены на новую технику и обучение личного состава. Весной 2017-го было объявлено, что за предыдущие три года с момента захвата центр получил 10 современных комплексов взамен устаревшего советского оборудования и стал частью российской системы ГЛОНАСС. Русские хвастались, что подключение к этой системе новейшего оборудования позволило улучшить точность определения местоположения на карте на 30%. В том числе, конечно, как вы понимаете, улучшилась точность и для российских ракет, которые летят вот по этой самой системе ГЛОНАСС, точнее по навигации, привязанной к ней. Далее, туда же, в этот центр, русские притянули и командно-измерительную систему под названием «Фазан МТС» с радиусом действия от 100 до 40 тысяч километров. Эта система, названная россиянами самой передовой в их арсенале, решала задачи по управлению всей орбитальной группировки России. Если же взглянуть в план закупок российских ведомств, то к 2030 году этот центр должен был быть реконструирован вместе с находящимся там радиотелескопом РТ-70, для того, чтобы в будущем управлять пилотируемыми кораблями «Орел» для полета на Луну. Конечно, теперь, когда весь Крым как на ладони для ракет «ЭТЭКМС», русские не то что про модернизацию до 2030 года могут забыть, равно как могут они забыть, конечно, и про программу полета на Луну, учитывая санкции. Но, конечно, они могут забыть вообще про сам этот центр, который уже, кстати, насколько я понимаю, не впервые становится объектом для удара. Но, тем не менее, возвращаясь все-таки к описанию этого центра, нужно иметь в виду, что даже уже проделанной русскими работой хватило, чтобы считать этот центр одним из важнейших узлов глобальной спутниковой разведки страны-террориста. Можно было считать недели, когда «ЭТЭКМС» настигнут этот центр в рамках очередного налета. Он числился и в списках на уничтожение у западных СМИ, которые анализировали, куда именно, в принципе, могут полететь американские баллистические ракеты в Крыму. Нет сомнений, что сегодня ночная операция была для ВСУ результативной. Теперь, когда мы получили объективные данные того, что ракеты добрались туда, вот до этого центра, можно не сомневаться, что они, конечно, поразили, в том числе, антенны, имеющие там до 70 метров в высоту. Сотни тысяч осколков диаметром в несколько миллиметров, разлетающиеся из сотен и сотен М-74, просто не могли не попасть по этим жирным объектам. Не исключено и того, что в этот момент, в момент прилета, на объекте находился и офицерский состав, специалисты, обслуживающие тамошнее оборудование и управляющие им. В этом случае они с большой вероятностью получили серьезные ранения или погибли, что стало бы еще одной серьезной потерей врага, учитывая уровень квалификации и степень уникальности соответствующего персонала. Газета Билд справедливо указала в своем посту, что практически нет сомнений в серьезности повреждения ценного оборудования вот в этом центре сегодня ночью. Это означает, пишут авторы материала, что своим сегодняшним ночным ударом украинцы снизили возможности россиян решать целый ряд задач, точно наводить ракеты, управлять спутниками и обеспечивать свои войска космической связью. Отдельно в заметке, не без гордости, подчеркивается, что запускались ракеты именно с немецкой гусеничной платформы, а точнее с платформ М270, которые в отличие от мобильных колесных платформ Хаймерс могут брать на борт сразу две, а не одну такие ракеты. Это означает, что для выполнения задания украинцам нужно было бы брать не восемь, а четыре машины, чтобы они сделали залп из восьми ракет. Собственно, именно столько как раз машин и участвовало в залпе этих самых, именно что восьми ракет сегодня ночью, если вы еще раз внимательно посмотрите вот то видео, которое распространили в ИСУ. Это означает, что для выполнения каждого такого задания, то есть для каждого залпа ракетами ЭТЭКМС по тому или иному объекту, им нужно будет брать на задание не восемь, а четыре машины. Именно такой вариант, как рассказал мне украинский источник, и обеспечивает высокую вероятность поразить запланированную цель с первого раза, и стопроцентную вероятность поразить ее со второго или с третьего раза. При условии, конечно, если ПВО вообще там будут работать. Если же нет, то, разумеется, стопроцентный успех обеспечен сразу же, при первом же ударе, учитывая точность ракеты ЭТЭКМС до одного метра. Ну или, во всяком случае, не более нескольких метров. Вот тут-то мы и подошли к еще одному интересному моменту. А где, собственно, передовые российские ЗРК С-300, С-400, а также, самое главное, еще более передовая С-500? Ни одна из них, похоже, не смогла остановить сегодняшний налет ЭТЭКМС в очередной, заметьте, раз. В какой уже? То ли в десятый, то ли в пятнадцатый раз, если считать общее количество ударов в Крыму этими ракетами за последние два месяца. Ну что ж, давайте освежим память, а также раздвинем горизонты наших познаний. Во-первых, мы помним, что за восемь недель активной работы ЭТЭКМС успешно поразили 15 спусковых установок российских зенитно-ракетных комплексов С-300, С-400, 10 радиолокационных станций и 3 вспомогательные машины, и это только в Крыму. Каждый РЛС — это фактически целый дивизион, потому что они чрезвычайно дороги, ибо являются глазами ПВО, а нет глаз — нет возможности поражать объекты. Иными словами, россияне остались практически без целой дюжины дивизионов С-400. Каждый из этих дивизионов стоит в экспортном варианте более миллиарда долларов, так что минус 10 миллиардов долларов — это примерная оценка потерь России в деньгах. Напомню, что для внутреннего употребления дивизионы С-400 стоят еще дороже. Теперь давайте сравним. Итак, стоимость ракет ЭТЭКМС составляет 2 миллиона долларов каждая, примерно. Соответственно, нетрудно высчитать затраты в ВСУ на уничтожение такого количества российских средств ПВО за последние два месяца. Если грубо допустить, что в среднем на каждой из 10 дивизионов украинцы тратили в среднем по 16 ракет ЭТЭКМС, то, соответственно, общая цена затраченных ударных средств составляет примерно 300 миллионов долларов. Как видим, только в финансах, а разрыв составляет в 30 раз в пользу ВСУ. А ведь нужно еще учитывать и стоимость того оборудования, которое было поражено в результате уже обнажения ПВО. Не говоря уже о снижении военного потенциала агрессора в целом, который измеряется отнюдь даже не в деньгах, а в жизнях украинских военных и в жизнях мирных граждан. Что касается потери в эффективности противовоздушной обороны, то она еще более очевидна. Если раньше С-400, способные сбивать баллистику, еще как-то могли противостоять ударам ЭТЭКМСами в Крыму, то теперь после утраты целого ряда таких систем на полуострове возникла явная воздушная брешь. Ну, либо же, если русские и дальше продолжат затягивать туда С-400, то, соответственно, они продолжат терять эти батареи, но, по всей видимости, они уже поняли, что эти батареи не очень эффективны или вообще неэффективны. Поэтому все-таки мы можем констатировать, да, С-400 в Крыму стало меньше, но и с каждым новым эпизодом сокращения этих дивизионов украинцам нужно будет затрачивать все меньше и меньше ЭТЭКМС для каждого последующего удара. То есть это влияет и на общую цену ударов, и на военную эргономичность. Я имею в виду следующее. Надо помнить, что все-таки американское производство этих ракет, ЭТЭКМС, так же, как и склады с этими ракетами, конечно, имеют определенные ограничения. По моим данным, годовой объем производства ЭТЭКМ составляет от 500 до 1000 в год. Таким образом, меньше российских ПВО, больше экономия вот этого дефицитного ресурса. Но и это еще не все. Обратили ли вы внимание, что не только С-400 Триумф выпуска 2007 года, но и С-500 пробитые 2021 года не смогли остановить старые, 80-го года разработки, высокоточные ракеты США. Да, вы не ошиблись. Сегодня украинцы на практике развенчали еще один разогнанный кремлевской пропагандой. Миф о своих ПВО. На этот раз ПВО за атмосферного перехвата. О том, что С-500 были переброшены в Крым после серии неудач с перехватом ЭТЭКМС, стало известно пару недель назад от украинской разведки. Что, кстати, само по себе чрезвычайно интересно. Значит, от их глаз, а также от глаз западных партнеров, дежурищих в Черном море, ничего не укрывается в Крыму. Согласно официальным данным, этот комплекс способен поражать баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые ракеты, самолеты и дроны, и низкоорбитальные спутники, в том числе одновременно до 10 баллистических целей, летящих со скоростью до 7 км в секунду на расстоянии до 600 км. Звучит, как всегда у русских, грандиозно. Но что же на практике? На этот вопрос ответил специалист Джон Ридж. Он сделал это в своей ветке еще 13 июня. То есть он предрек слабость С-500 против ЭТЭКМС. Там он говорит, что на самом деле это во-первых. С-500 уступает системам аналогичного класса в США. Системам ТААТ. В том числе по размеру. ТААТ и ракеты к нему, соответственно, куда более компактнее. А это один из ключевых аспектов ПВО в принципе. Насколько она мобильна. Но главный же недостаток Прометея, по его словам, заключается в том, что у него в каждой установке всего по 2 громоздкие ракеты. То есть в случае, если бы ЭТЭКМС были нацелены на соответствующую установку, достаточно было бы запустить всего 2 такие баллистические ракеты. Да, пусковая установка, возможно, смогла бы перехватить одну ракету со стопроцентной вероятностью. Но вторая добирается до этой установки и уничтожает ее. Соответственно, если нужно ликвидировать 2 такие установки, надо запускать, условно говоря, 8 ракет ЭТЭКМС. Если надо уничтожить 4 такие установки, нужно запускать 16 ЭТЭКМС. От себя добавлю, даже в случае, если бы установки С-500 стояли поды и не были бы целью ЭТЭКМС, размен был бы в любом случае не в пользу россиян. Ведь стоимость каждой зенитной ракеты к этой системе, как можно предположить, значительно выше, учитывая, что в конце концов этим ракетам надо взмывать аж в космос и там лететь с бешеной скоростью. Ну а время производства этих ракет, естественно, дольше, чем аналогичный показатель у ЭТЭКМС. В конечном итоге, однако, мы видим, что ЭТЭКМС прошли как нож сквозь масло через вот эти С-500, так же, как прежде они неоднократно обходили систему С-400, либо прямо поражая ее. Это, конечно, не означает, что С-400 не работали. Может, и работали. Но важный результат, который заключается в том, что у нас есть визуальные подтверждения и этого прилета, и многих других прилетов, в том числе поражение ЭТЭКМСами системы С-400. Даже если часть ЭТЭКМС сегодня и в какие-то другие разы была сбита системами С-400, то эта часть изначально закладывалась украинцами вот в эту миссию. Более того, следует иметь в виду и то, что С-500 на самом деле уже частично, то есть в сочетании с другими комплексами, применялись россиянами ранее, в последние недели. Однако они не показали высокой эффективности. Об этом несколько дней назад рассказал замгендиректор компании по производству рэп и эксперт по авиации Украины Анатолий Храпчинский в интервью 24-му канала. Эксперт подчеркнул, что переброска С-500 в Крым не более чем демонстративный шаг со стороны врага. Из слов собеседника канала следует, что Москва тем самым пытается спасти остатки репутации своего оружия и, соответственно, своего военного экспорта. Объемы последнего уже сократились наполовину за последние пару лет, что привело к смещению России со второй на третью позицию в области экспорта вооружений. Вторая теперь Франция. Ну а провал С-400 теперь и вовсе означает, что эти системы, конечно, больше никто в мире не купит. Во всяком случае, точно не по цене в миллиард или даже больше долларов за один дивизион. А ведь именно столько заплатили турецкое и китайское государства, которые обзавелись двумя дивизионами каждой. Ну а лучшие же иллюстрации того, что ни С-500, ни С-400, ни тем более С-300 сегодня не справились со своими задачами, является сегодняшнее молчание Минобороны России, который почему-то не спешит комментировать инцидент со своим центром космической связи. Хотя ранее обычно хоть что-то довякало. Это означает, что фиаско оказалось слишком оглушительным, чтобы позориться с очередной ложью о сбитых ракетах. Вчера уже опозорились с перехватом атакмусов в Крыму, я имею в виду в Севастополе, где отдыхавшие на пляже люди стали жертвами работы российской ПВО. Позже на месте появилась фотография обломка одной из ракет. Вот только наблюдатели склоняются к тому, что речь в данном случае идет о болванке ЗРК ТОР-М2 или чего-то аналогичного, но уж точно не АТЭКМС. По другим данным, по АТЭКМСу, кстати, пытался работать Панцирь под Севастополем. Теоретически он, конечно, может перехватывать ракеты, двигающиеся со скоростью километров в секунду, а именно такова скорость АТЭКМС, но на самом деле реальная эффективность Панциря в целом поставлена под вопрос, ведь его, как известно, лупят под Белгородом отнюдь не АТЭКМС, а Джмэлэре, скорость которых не более 800 метров в секунду и есть уже несколько, только за последние недели видео и фото подтверждений того, что Панцирь не способен с ними справляться. Возникает и другой вопрос. Если ТЭКМС пытаются останавливать с помощью Панциря и ТОРов, предназначенных для работы на дистанциях не более 15 километров, то что же случилось с дальнобойными системами, которые по профилю обязаны решать соответствующие задачи? Что ж, этот вопрос мы рассмотрели с вами ранее. Ну а тем, кто еще отдыхает на пляжах Севастополя, у меня отдельное послание. Если вы украинские граждане, которые зачем-то идете отдыхать в Крыму под военной базой, то у вас нет ни ума, ни сердца. Если же вы российские граждане, то вы вообще не имеете права находиться в Крыму. Первые отвечают морально перед собой и детьми, которых они тащат на этот пляж. Ну а вторые не только морально, но еще и юридически. Почитайте Уголовный кодекс Украины, там вы найдете много интересной информации по этому поводу. Правда, как выяснилось вчера, расплата за глупость и беззаконие бывает не только в украинских судебных органах. Понятно, что российские власти размещают военные объекты под прикрытием населенных мест, рассчитывая, что ВСУ откажутся от поражения таких объектов. Однако это ошибочный расчет. ВСУ, конечно, предпримут максимум мер для сокращения сопутствующего ущерба для граждан. Но операцию они отменять не станут только из-за того, что российские власти поступают преступно, а мирные жители просто глупо, позволяя использовать себя в качестве живого щита. Если же кто-то сомневается в моих словах, то я предлагаю вспомнить не только удар по базе 810-й бригады рядом с севастопольским пряжем вчера, но и недавнее поражение базы оккупантов в Луганске, теми же ЭТЭКМСами. Российская пропаганда не остановит ни ЭТЭКМС, ни политическую волю в Вашингтоне, где полностью солидарны с методами ведения войны, принятыми в Генштабе ВСУ, в ГУР, в СБУ и в ССО Украины. Друзья, спасибо Вам за внимание. Я напомню, что на самом деле наш канал существует в значительной степени благодаря Вашей поддержке, поэтому если Вам нравится то, что мы делаем, я буду очень благодарен, если Вы поможете нашему проекту через ресурсы ссылки, на которые найдете в описании к этому видео PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами и суперспасибо от YouTube в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Минский Пакон всем, кто помогает, Ваша поддержка позволяет нам делать эти материалы, повышать их качество и увеличивать количество. Мира и здоровья всем. До скорого.